Девятый лунный день. Ключевые слова – напряженность, хаотичность, негативные эмоции, стремление к радости, смелость, преодоление страха. Основные свойства дня. День разгола бесовских сил, воплощения дьявола. Полуденный час, 12 часов, злой. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли. За новые дела лучше не браться, есть риск ошибиться в оценке своих возможностей и провалить дело. Поэтому спокойно продолжайте уже начатое. Чувства лучше не проявлять. Возможно невезение, получение дурных вестей. Постарайтесь перетерпеть все без всплесков эмоций. Не надо ничего никому доказывать, пытаться отстаивать свое мнение. Сегодня оно может быть ошибочным. Опасный день, энергетика его крайне отрицательно влияет на человека. День обольщений и иллюзий, обманов и заблуждений, а также отравлений. Не стоит обращать внимание на внешнее зло, чтобы не стать его источником. Происходит развертывание кармы, все, на что вы ранее закрывали глаза, выходит наружу. Из глубин вашего подсознания на поверхность поднимаются все нерешенные проблемы, невыполненные обещания, ненависть, гнев, обиды. Исцелиться от этого состояния можно, если выполнить то, что нужно было сделать давным-давно. Помните, в девятые лунные сутки ничего не происходит случайно. Все наши мысли и поступки записываются в астральном плане в виде неких матриц. Девятый лунный день – день исцеления кармы. В этот период творческого человека может посетить вдохновение, неожиданно могут прийти новые мысли, идеи, задумки новых творческих проектов. Если так и случилось, это хороший знак. Значит, вы правильно развязали кармический узел, и энергия, которую он сдерживал до этого. Наконец-то устремилась в нужном направлении. Тоже можно сказать и о самообразовании. Если почувствуете тягу к новым знаниям, значит, вы освободились от каких-то ограничений и сдерживаемая ранее энергия требует реализации. В обоих случаях от нас требуется проявление гибкости и нестандартного мышления. Старайтесь не реагировать на замечания по поводу качества ваших трудов. В большинстве случаев в девятый лунный день они несправедливы. К тому же это не лучший день для отстаивания своего мнения. Думайте о своем достоинстве. Укрепите в сознании мысль о том, что вы не лучше и не хуже других, но в то же время уникальное существо с собственным и непременно позитивным взглядом на жизнь. Старайтесь не совершать даже маломальский неэтичный поступок. Лучшей опорой и защитой от неуверенности в себе станут родители. Позвоните им и поговорите с ними. Обязательно вспомните все хорошее, что есть у вас благодаря родителям, и искренне поблагодарите их за это. Девятые лунные сутки дают человеку возможность использовать энергию. Которая до этого времени была не востребована и по причине энергетических блоков следствием кармических узлов. Это период духовной силы. Влияние на личность, люди подвержены страхам, тревогам и мрачным мыслям. Необходимо сознательное очищение помыслов и регулирование своих желаний. Большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на других. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи, мрачные мысли. Может даже проявиться повышенное самомнение. В любом случае, постарайтесь этого избежать, в противном случае, есть вероятность быть наказанным за гордыню. Замечено, что сегодня большинство людей склонны к конфликтам. Оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на чужие плечи. Рекомендации, навыки повышения благосостояния посредством семьи и ее поддержки. Работа в огороде, путешествия, очищение, пассивность, контроль. В девятый лунный день не стоит начинать ничего нового, лучше заниматься завершением начатых дел. Романтический ужин может быть кстати. Но только в том случае, если отношения построены на взаимопонимании и доверии друг другу. Бывает, что в девятый лунный день лунного цикла приходят дурные известия. Постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально. Возникающие бурные эмоции можно утихомирить дыхательными упражнениями. А день следует провести спокойно, в будничных делах и трудах. Не стоит начинать ничего нового, продолжайте делать то, что начали или завершайте начатое дело. Романтический ужин тоже вполне может быть кстати, но только в том случае, если ваши отношения построены на взаимопонимании. Этот день лучше провести в спокойной, будничной работе. Будьте скромны. Тибетские астрологи утверждают, что этот день прекрасно подходит для начала длительного путешествия, а также для всех мероприятий, рассчитанных на длительное время. Хорош для работы в огороде, для путешествий. Если в девятый день луны зацветет кактус, это к добру. Предупреждение. Иллюзии и обольщение. Остерегайтесь разлить молоко, это не к добру. Значит, вы разбазариваете традиции, идущие через мать, не цените их. Плохо также разбить зеркало. В девятый лунный день в зеркало вообще лучше не смотреться, особенно в полный рост. Чтобы не обольститься на свой счет. Остерегайтесь в этот день пролить молоко. Не есть грибы и продукты, которые несут фаллический символ, то есть колбасу, морковку и так далее. Очень вредно проявлять гордыню, подавлять других людей. С этим днем связана грудь и чакра анахата. Если нарушаете традиции, то в девятый лунный день могут заболеть кости груди, и вы ощутите давящее чувство, которое может перейти в невралгию или даже приступ стенокардии. День обманов. Нужно обдумывать каждый знак, поступающий в этот день. Если у кормящей матери молоко исчезает, ребенок будет наказан. Нельзя часто смотреть в зеркало или разбить его. Давящее чувство в груди говорит о том, что вы что-то делаете не так. Это признак того, что накопилось много проблем, для разрешения которых следует обратиться к усвоению духовной пищи, к истокам и традициям. Следует опасаться обмана, соблазна, искушений, иллюзий и обольщений. Это время чревато серьезными проблемами с далеко идущими негативными последствиями. Могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты, причем совершенно на пустом месте. Нужно быть осторожным во всем. Начиная от перехода улицы и заканчивая использованием столовых приборов, поскольку в этот день повышается вероятность получения травм, увечий. Желательно максимально ограничить контакты с малознакомыми людьми, любой из них может втянуть вас в какую-либо авантюру. Плох для брака, для учебы, для работы на кухне. Девятые лунные сутки не самое подходящее время для столярных и слесарных работ. Высока вероятность получить травму. Сны. Часто снятся тяжелые и неприятные сны. Прямого значения они не имеют, но все же, желательно не махать на них рукой, а внимательно отнестись к своим сновидениям. Сны чаще всего указывают на нерешенные проблемы. Своё подсознание нельзя обмануть. Рекомендуется очень тщательно трактовать сны девятого лунного дня. Чем быстрее вы сможете распутать клубок, тем лучше. Сны этих суток могут показать внутренний конфликт скрытый в психическом подсознании и в его характере. Просто проанализируй сон, и либо извлеките полезную информацию, либо отбросьте и забудьте сон со словами, куда ночь, туда и сон. Хорошие сны даже могут сбыться. В снах этого периода обычно появляются образы, отсылающие к проблемам, глубоко скрытым в подсознании. Всё, что вам явится в сновидении, имеет отношение к вашей карме и всё это требует незамедлительного решения. В этот день сны могут быть очень страшными, мучительными. Не исключено, что всю ночь вы можете страдать от кошмаров, а, проснувшись, чувствовать себя ужасно. У вас будет состояние полного истощения и разбитости, даже лёгкой депрессии, но во всём этом есть и хороший момент, сны 9 лунного дня не вещие и никогда не сбываются. Образы, увиденные в сновидении в этот период, скорее, показывают ваш внутренний мир и в гиперболизированном виде отражают какой-то глубоко скрытый на уровне, подсознание личный конфликт. Поэтому проснувшись, не стоит пугаться. Просто постарайтесь внимательно проанализировать всё увиденное, и понять, как оно связано с вашим эмоциональным состоянием, как отражает ваши черты характера. Возможно, стоит даже мысленно вернуться в далёкие детские годы. Часто много проблем в нашем взрослом возрасте идут корнями прямо оттуда. Сны этого дня являются своего рода маяками, предостережениями от негативных событий в жизни. Если вам удастся правильно толковать увиденные образы, вы можете чётко увидеть, какие кармические проблемы и, узелки, у вас имеются. Проработав эти ситуации, у вас есть все шансы качественно улучшить и облегчить свою жизнь. Луна в рыбах даёт романтичность и мечтательность. Обостряется интуиция, могут появиться мистические настроения. В дни рыб мы легче верим во всё чудесное, таинственное, непонятное. Могут усилиться религиозные чувства. Нам гораздо легче, чем обычно, понять скрытую суть событий, вещей и явлений. Границы размыты, взгляду легко проникнуть за кулисы, когда луна в рыбах общее благо становится превыше собственного. Способности к умственной концентрации несколько ослаблены. Воображение то и дело стремится увлечь нас в мир иллюзий, поэтому любые дни. Требующие конкретики действия даются тяжелее, чем в другие дни. В дни рыб мы наиболее тонко и глубоко воспринимаем поэзию, музыку, все произведения искусства. И это должно быть серьёзное искусство, способное оставить глубокий след в душе. Душа требует эстетических переживаний, тонких и глубоких чувств. Мы становимся более нежными, ласковыми и даже сентиментальными. Легко можем расплакаться от умиления над жалостливой книгой или фильмом. Луна в рыбах, дни рыб, здоровье. Луна в знаке зодиака рыб повышает чувствительность ступней, уязвима кожа, возрастает опасность аллергий и инфекционных заболеваний. Возможно отравление жидкостями. Всё, что человек принимает в эти дни, от алкоголя и никотина до кофе и лекарств, действует гораздо интенсивнее, чем в другое время. Обычная ваша доза в дни рыб может оказаться чрезмерной. Вероятно, взаимосвязь заключается в том, что все системы организма связаны через особые меридианы со ступнями и поэтому в дни рыб реагируют очень чувствительно. Не рекомендуется пить много жидкостей. Употреблять алкоголь, лекарственные препараты следует исключить. Когда луна в рыбах, исключается хирургическое вмешательство в области ступней и перстных сплетений, всей лимфатической системы. Нельзя оперировать ступни и срезать мозоли. Запрещаются процедуры и операции на органах чувств, печени и ногах. В дни рыб можно проводить очищение кишечника. Желательно в эти дни меньше ходить, и пользоваться надо только удобной обувью. Повышается опасность грибковых заболеваний. Отлично в это время проходит краткосрочное голодание. И наконец. Учитывая особенную чувствительность нашего организма в период луны в рыбах, лучше избегать любого вида хирургические вмешательства. Луна в рыбах, дни рыб, красота, стрижка волос. В период луны в рыбах от стрижек следует отказаться. Волосы в эти дни непослушны. Плохо поддаются даже самому замечательному мастеру, стрижке после этого не удается придать нужный вид, прическа получается бесформенной. Стрижка в эти дни приводит к образованию перхоти. Также следует отказаться и от мытья волос. В дни рыб уязвимой становится кожа. Повышается опасность аллергии, возрастает угроза грибковых заболеваний. Позаботьтесь о коже, и ее следует очистить и обновить. Помогут сделать это общий тонизирующий массаж, ванны с валерианой, ромашкой, дневной сон, питательные маски. В период луны в рыбах свежесть и чистоту кожи помогут сохранить косметические маски из натуральных, экологически чистых продуктов. Для очистки кожи желательно применять только мягкие средства и гели, косметическое молочко, овсяные хлопья. Хорошо подействуют увлажняющие кремы для лица и тела. Настои лекарственных трав в виде теплых компрессов. В дни рыб запрещаются массаж ног, водные процедуры. В эти дни надо надевать мягкую обувь и поменьше ходить, так как ноги становятся чувствительными.